Музыка 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 города, в принципе, подсказывают, чем они конкретно занимались. Пермяки, жившие непосредственно на камне, они большое значение придавали пароходству и разной различной торговле. Кунгуряки, это прежде всего, опять же, хлебная торговля и кожевенное производство. Екатеринбург в этом отношении, предприниматели чем отличались? У них тоже были излюбленные направления, которые, скажем так, со временем менялись. Вот если первый полон 19 века, то, конечно, это слово Екатеринбургские сальники, Солотопиная промышленность и так называемые смрадные заведения. Это нынешняя улица Чапаева, в этой округе раньше находились эти так называемые смрадные заведения Солотопиные, а потом там поселились наиболее крупные, богатые екатеринбургские купцы. Плюс золотопромышленность. Вот золотопромышленность носила разный характер, масштабный характер, но надо сказать, что золотопромышленность наверное, имела большая часть жителей нашего города. Либо они устраивались на прииски рабочими, ну а вообще, знаете, иметь один-другой прииск, даже мещанину было несложно. Вообще-то вот в Уральском горном правлении, недалеко от нас отсюда, регулярно проводились торги, на которых участвовали с помощью писем. То есть, знаешь, какие прииски выставлены, ты пишешь в конверте сумму и отправляешь в Уральское горное правление. Там они вскрывают, подводят итоги. Ну и можно было за 2-3 рубля купить прииск. Не очень хороший, конечно, понимаете, что кто-то за такую сумму доставался, скажем, завалящий, но, тем не менее, это процветало, потому что всегда прииск можно было перепродать. И особенно в конце 19 века наши предприниматели, кто был на руку не слишком чист, они с удовольствием перепродавали золотые прииски иностранцам, поскольку те не очень хорошо представляли, что такое Урал. Вот поэтому иногда иностранцев можно было бы и обдурить. Но я могу вам сказать, что кроме золота и салатопенной промышленности уральские предприниматели, Екатеринбургские, они оставили след в самых разных видах торгово-промышленной деятельности. Я особо обращаю на промышленную деятельность, потому что наши купцы, наши обещания очень быстро переходили от просто торговли именно к промышленной деятельности, и причем основали немало заводов, заводников, мастерских, не только в Екатеринбурге, в уезде Екатеринбургском, но и далеко за его пределами. Причем некоторые предприятия были одними из крупнейших в Урало-Сибирском регионе. Например, такая, как Арамильская суконная фабрика. Ну а что касается дальнейшего, то, конечно, это прежде всего широкое участие в общественной деятельности и в самодеятельных организациях. У нас их в Екатеринбурге, ну вот, наверное, можно назвать в губернии три города. Это Пермь, Екатеринбург, Шадринск, где наиболее была разница общественная деятельность. То есть организаций общественности было очень много, и предприниматели, они были в каждом из них. Но я потом по ходу выступления постараюсь показать, чем увлекались наши предприниматели, ну а порой иногда они были зачинателями некоторых общественных движений. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ